Хотелось бы, чтобы это как-то привели к законодательствам о том, чтобы вместо захоронения были приданы соответствующие статусы. Потому что у нас единственное место есть, где принят статус, но до сих пор там ездят машины. Это карантинная гавань, карантинная стена. Это кладбище со статусом государственного, национального значения. Но никаких табличек, ничего нет. Такой Геннадий Калугин, если вы заберете, он 30 лет уже улыбается как в защите этого парка Приборженского. Потому что его разбивали очень жестоко, там тройки НКВД ходили, разбивали склепы, его выносили самое ценное. До сих пор город грабит эти могилы, по сути, на Староконном вносят кресты, медальоны, все так некорректно. У нас есть мнение, что одесситы болеют второе и третье поколение, потому что дети ходят по могилам. Чиновники, как правило, прячутся за детей. Ну, что детская зона и так далее. А это было следствие большевистского террора, но мы пытались это подвести под законом до коммунизации. Ну, 9 числа было принято прошлого года. Потому как, ну, это следствие было того, что взрывали храмы, на месте их ставили школы. Со школой вы уже ничего не сделаете, как правило. У нас по 10 примеров.